Не забудь подписаться, и тебя ждут самые мудрые и духовные книги лучших авторов и дикторов русского интернета каждый день. А сейчас пристегивайся, садись поудобнее, и мы начинаем. Таре Брэх. Радикальное принятие. Глава восьмая. Пробуждение сочувствия к себе. Я тот, кто принимает, и тот, кого принимает. Все, что вам нужно, уже есть в вас. Нужно лишь отнестись к себе с уважением и любовью. Самоосуждение и неверие в себя – прискорбные ошибки. Все, о чем я прошу вас – любите себя с совершенной любовью. Бог создал ребенка – это желание. Ребенок плачет, чтобы появилось молоко. Плачь. Не молчи. Не будь равнодушным к своей поле. Горюй. И позволь молоку любви омыть себя. Дэниел пришел на разговор со мной на третий день недельного ретрита. Он плюхнулся на стол напротив и тут же объявил себя самым критичным человеком на Земле. Когда я медитирую, чтобы я не чувствовал и о чем бы не думал, я всегда нахожу какой-то недостаток в этом. Во время медитации при ходьбе, когда ем, я думаю, что должен был бы делать это лучше, более осознанно. Когда я медитирую на любящую доброту, мое сердце как холодный камень. Если у Дэниела болела спина, когда он сидел, или если внимание блуждало и он терялся в мыслях, он ругал себя за то, что он безнадежный практикующий. Дэниел признался, что ему было неловко идти на разговор со мной. Он боялся, что зря потратит мое время. «Я знаю, что буддийское учение основано на сочувственном отношении», – сказал он горько. «Но сложно представить, что это когда-нибудь будет применимо ко мне». Многие из нас строги к себе так же, как Дэниел. Мы часто отстраняемся от эмоциональной боли, нашей уязвимости, гнева, ориенности, страха, прикрывая ее самокритикой. Когда мы отталкиваем часть себя, мы лишь глубже погружаемся в транснеполноценности. Мы можем ясно воспринимать недостатки своих других людей. Осознавая свое осуждение, можем признать, что застряли в гневе, желании или страхе. Мы даже можем сказать, что принимаем то, что видим. Но у радикального принятия два крыла. Сочувствие так же важно, как и осознанность. Мы не можем принять свои переживания, если наше сердце ожесточилось из-за страха и вины. В предыдущих двух главах мы увидели, как сочувствие помогло людям искусно использовать инструменты осознанности, когда они сталкивались с желанием или страхом. Когда Сара, которая боролась с пищевой зависимостью, вспомнила о том, что это не ее вина и простила себя, ее сердце открылось и смягчилось. И тогда стало возможным осознанное пребывание в настоящем моменте. Барбара не могла встретить свой страх лицом к лицу, пока не обрела прибежище в наших отношениях на сеансах психотерапии и не научилась сама находить источник безопасности и прибежище. До сих пор упор делался на осознанность, как на средство избавления от страдания. В этой и следующих двух главах речь пойдет о том, как раскрыть сочувствие. Мы часто отстраняемся от нашей уязвимости, гнева, ревности, страха, прикрывая их самокритикой. Если мы, подобно Даниэлу, находимся в ловушке самокритики, первым и самым разумным шагом к радиальному принятию будет развитие сочувствия к самим себе. Если мы кого-то ранили и погрузились в чувство вины и самовечевания, сочувствие к самим себе позволит нам найти разумные и исцеляющие способы искупить вину. Если мы погрузились в печаль и тоску, зарождение сочувствия поможет нам вспомнить о любви и воссоединиться с нашей жизнью. Мы не отталкиваем болезненные переживания, но относимся к ним с безусловной нежностью и сочувствием. Сочувствие означает «быть са», «чувствовать са», «страдать са». Классические буддийские тексты описывают сочувствие как трепетание сердца, инстинктивную нежность, возникающую перед лицом страдания. В буддийской традиции тот, кто реализовал полноту сочувствия и живет из сочувствия, называется бодхисаттвой. Путь бодхисаттвы и учение об этом пути таковы. Когда мы позволяем нашим сердцам соприкоснуться со страданием, своим или других, наше естественное сочувствие расцветает. Устремление бодхисаттвы простое и сильное. Пусть все обстоятельства служат для пробуждения сочувствия. Когда мы разводимся, боимся за ребенка, болеем, сталкиваемся со смертью, все, что происходит, может дать нам доступ к ясному и безграничному сочувствию, сути радикального принятия. Моё понимание пути бодхисаттва таково. Мы все обладаем способностью к пробуждению. Каждый из нас учится смотреть в лицо страдания. Каждый из нас открывает сочувствие, суть нашей глубины природы. Когда мы начинаем относиться к страданию как к пути, ведущему к сочувствию, мы изменяем один из наших основных рефлексов – бегство от боли. Вместо того, чтобы бороться с жизнью, мы способны принять переживания из своих всех существ с полным и доброжелательным осознаванием. Для того, чтобы развить мягкость сочувствия, нам нужно не только прекратить убегать от страдания, мы должны сознательно направить на него свое внимание. Буддийские практики сочувствия обычно начинаются с того, что мы осознаем собственную боль. Если мы воспринимаем свои страдания с мягкостью и открытостью, нам легче распространить сочувствие и на других. Бывает, что иногда нам легче обнаружить эту мягкость, если мы сначала сосредоточимся на страданиях других, а потом уже направим внимание на свои собственные. В любом случае, когда мы испытываем страдания и относимся к нему с доброжелательностью, а не сопротивляемся, мы пробуждаем источник сочувствия. По мере того, как мы практикуем, отвечая на свое страдание с добротой и сочувствием, наши сердца становятся, как это описал буддийский учитель Шарон Зальцберг, такими же широкими, как мир. Относимся к себе с сочувствием. Когда я спросил от Даниэла, давно ли он так строг к себе, он замолчал на несколько минут. Он сказал, что с тех пор, как себя помнит. С самого детства он, подобно своей матери, неустанно ругал себя, игнорируя сердечные страдания. Будучи взрослым, он относился к своему сердцу и телу с нетерпением и раздражением. Даже столкнувшись с мучительным разводом и длительными приступами хронической боли в спине, Даниэл не мог признать, насколько реальным и сильным было его страдание. Вместо этого он критиковал себя за то, что испортил брак и не смог должным образом позаботиться о своем теле. Я спросил от Даниэла, может ли он сказать мне, что происходит в его теле, когда он осуждает себя. Он показал на грудь и сказал, что его сердце будто сдавлено металлическим шнуром. Я спросил, чувствует ли он это прямо сейчас. К своему удивлению Даниэл сказал, вы знаете, действительно больно. Я мягко спросил его, что он чувствует по отношению к боли в сердце. Грустно, ответил он мягко, его глаза наполнились слезами. Трудно поверить, что я так долго носил себе столько боли. Я предложил Даниэлу положить руку на сердце, туда, где боль была наиболее сильной. Спросил, а может ли он отправить свои боли послание. Что бы ты почувствовал, если бы сказал, мне не безразлично это страдание. Даниэл взглянул на меня, потом снова посмотрел вниз. Странно, я думаю. Я посоветовал ему попробовать просто мягко прошептать эти слова. Когда он сделал это, а потом медленно повторил эту фразу еще два раза, его плечи затряслись от тихих рыданий. Мы все чувствовали, как силы чьей-то заботы растапливают нашу броню. Часто, когда мы расстроены, мы не способны расслабиться и заплакать, пока кто-то не проявит о нас заботу, не выслушает нас и не обнимет. Когда, как предлагает Титнатхан, кто-то говорит нам, «Дорогой, мне не безразлично твое страдание», начинается процесс глубокого исцеления. Мы готовы проявлять такую внимательность по отношению к другим, но должны научиться дарить ее и самим себе. С такой же нежностью, с какой мы кладим щеку спящего ребенка, мы можем положить руку на свою щеку или сердце. Мы можем утешить себя добрыми словами и пониманием. Поначалу такая забота по отношению к себе может показаться непривычной. Иногда этот способ распространить сочувствие на самих себя вызывает явное смущение и чувство стыда за то, что мы нуждаемся в эмоциональной поддержке, за то, что мы недостойны ее за самоосуждение. Но благодаря такому принципиально новому проявлению нежности по отношению к себе мы можем исцелить боль за годы пренебрежения собой. В следующие несколько дней, каждый раз, когда Дэниел осознавал, что критикует себя или других, он смотрел, в какой области тела чувствует боль. Обычно он видел, что горло, сердце и живот стянуты страхом, а в груди тяжелые болезненные чувства. Дэниел клал руку себе на сердце и говорил, «Мне не безразлично это страдание». Он сидел в первых рядах в зале для медитации, и я видела, что его рука почти все время лежала у него на сердце. Однажды Дэниел пришел ко мне, чтобы рассказать о своем опыте медитации. В его уме всплыла сцена. Он находится в доме своей матери и обменивается с ней злыми репликами. Дэниел пытался объяснить ей, почему это вовсе не безответственно взять отпуск на неделю и поехать медитировать. И услышал ее пренебрежительный ответ. «Ты ленивый бездельник. Почему ты не сделаешь что-нибудь достойное?» Это было такое же уничижительное отношение, из-за которого в юности ему часто хотелось стать маленьким или вовсе исчезнуть. Он почувствовал, как грудь наполняется жаром и яростью. Он услышал собственный крик. «Ты, чертова стерва, ничего не понимаешь и никогда не понимала. Заткнись хоть на секунду и услышь меня». Дэниел чувствовал, как боль гнева и разочарования, словно нож пронзает его сердце. Он уже собирался начать самообличительную речь о том, что он тряпка, не может постоять за себя и вдобавок еще и практикующий охваченный ненавистью. Вместо этого он положил обе руки на сердце и шептал снова и снова. «Мне не безразлично это страдание. Пусть я буду свободен от страдания». Через несколько минут острый гнев утих, и он почувствовал тепло, которое распространялось в груди. Он ощутил, как сердце смягчается и раскрывается. Чувствуя, будто его уязвимое я, которое нуждалось в утешении, слушало его, Дэниел сказал, «Я не оставлю тебя. Я здесь, и я позабочусь о тебе». В оставшиеся дни ретрита Дэниел практиковал таким образом, и некоторые болезненные раны его юного угнетенного я стали постепенно затягиваться. Когда Дэниел пришел на последний разговор, он выглядел преображенным. Тело расслабилось, глаза сияли. По сравнению с прошлой неловкостью и нерешительностью в общении со мной, сейчас Дэниел, казалось, был рад меня видеть. Он сказал, что все еще оценивает и критикует себя, но уже не с такой неослабевающей жестокостью. Он освободился из тюрьмы ощущения, со мной что-то не так, и начал иначе смотреть на мир. Другие ученики казались более дружелюбными. Лес виделся манящим магическим храмом. Разговоры о Дхарме вызывали детское удивление и любопытство в отношении того, каким все является. Он чувствовал себя заряженным и несколько ошарашенным открывшимися возможностями. Дэниел стал относиться к себе с сочувственным осознаванием и обрел свободу управлять своей жизнью. Подобно Дэниелу, мы настолько привыкаем критиковать себя и не доверять себе, что любое искреннее внимание к собственным ранам приводит к кардинальной трансформации. Наше страдание становится путем, ведущим к сочувствию, которое освобождает наше сердце. Когда мы сами принимаем свои печали, мы больше не можем играть прежние роли судьи, врага или жертвы. Вместо них появляется не новая роль, но храбрая открытость и способность к подлинной нежности, не только к себе, но и к другим. Обретая сочувствие На моем двухдневном семинаре по радикальному принятию одна из участниц, Мариан, поделилась своей историей о стыде и вине. Дочь Мариан Кристи бросила пить и попросила мать присоединиться к ней на сеансах психотерапии. Во время этих встреч Кристи рассказала, что, будучи подростком, подвергалась сексуальному насилию со стороны отчима, второго мужа Мариан. Когда Мариан спала или ее не было дома, он заходил в комнату Кристи и запирал дверь, чтобы ее младшая сестра не могла застать его врасплох. Почти каждую неделю он приходил пьяный, требовал, чтобы Кристи занималась неморальным сексом, и брал с нее клятву, что она будет молчать. Он сказал девочке, если она скажет хоть слово, он так и забьет ее, что она пожалеет, что вообще родилась. Он также угрожал, что начнет делать то же самое и с младшей сестрой Кристи. Иногда он плакал, говоря, что если мать Кристи узнает, то это уничтожит ее. Возможно, она даже покончит жизнь самоубийством. С каждым новым откровением дочери Мариан чувствовала, что все глубже погружается в бездонную пропасть. Ее жизнь стала кошмаром наяву. Она неустанно прокручивала в уме сцены, как ее муж проникает в комнату Кристи и насилует ее. Ее переполняла ярость, и она обдумывала жестокую месть обидчику ее дочери. И только постепенно она осознала, сколько в этом было и ее вины. Когда она представляла себя спящей внизу, выпившей слишком много вина и ничего не подозревающей, Мариан испытывала к себе ненависть. Ее мучения подпитывались бесконечными обвинениями. «Если бы я только знала, и как я могла быть так слепа?» Мариан не только не могла испытать сочувствие к себе. Она считала, что это неправильно. «Я мать», — говорила она себе. «То, что случилось с Кристи, моя вина. Я должна страдать». Потом на одном из сеансов случилось то, чего Мариан так боялась. Кристи обвинила ее. «Ты проспала все мое взросление», — кричала она. «Меня насиловали, и мне некому было обратиться. Никто не позаботился обо мне». Лицо Кристи покраснело, руки были сжаты в кулаки. «Ну вот, я сделала это. Я сказала тебе правду, и теперь ты снова исчезнешь. Я боялась сказать тебе тогда, и сейчас тоже боялась. Ты не можешь вынести правду. Ты не можешь вынести меня. Никогда не могла. Я ненавижу тебя», — кричала Кристи. «Я ненавижу тебя, ненавижу тебя». Мариан чувствовала, как эти слова пронзают ее сердце. Она наблюдала за тем, как Кристи рыдает, и знала, что все услышанное было правдой. Она действительно пряталась от боли Кристи, погружаясь в сон. Она была неспособна справиться с ее увлечением наркотиками, стычками с учителями, прогулами и отстранением от занятий, потому что Мариан не могла справиться даже со своей жизнью. Так же, как и в первом браке, ее отношения со вторым мужем быстро распались после его измены. Ее способом борьбы с депрессией была выпивка с друзьями и чрезмерный сон. К тому моменту, когда она начала лечиться и, наконец, развелась, обе ее дочери уже покинули дом. Теперь она знала, как ужасно предала Кристи и ее сестру. Больше не было смысла продолжать жить. Мы все причиняли вред другим и чувствовали себя плохими из-за этого. Для Мариан горькая правда заключалась в том, что она была непосредственной причиной страданий Кристи. Когда мы, подобно Мариан, сталкиваемся с тем, что ранили других, иногда весьма серьезно, чувство вины может разорвать нас на части. Даже когда урон не такой серьезный, некоторые из нас все равно чувствуют себя недостойными сочувствия или искупления. В такие моменты единственный способ обрести сочувствие к себе – это соприкоснуться с чем-то большим, чем маленькое несчастное «я». Мы можем принять прибежище, призвав любовь, Будду или Деву Марию, Бога или Иисуса, Святого Духа, Шиву или Аллаха. Мы соприкасаемся с любящим осознаванием, достаточно большим, чтобы предложить утешение и чувство защищенности нашему сломанному «я». Будучи католичкой, с помощью молитв, Мариан обрела мгновение глубокого спокойствия и чувство единства с любящим Богом. Но пребывая в отчаянии, она ощущала себя одной в целой вселенной. Конечно, Бог существовал, но она чувствовала себя слишком грешной и никчемной, чтобы стремиться к Нему. Томас Мертон пишет, «Подлинной любви и молитве можно научиться в час, когда молиться невозможно, и сердце обратилось в камень». Час Мариан пришел. Опасаясь, что может навредить себе, Мариан спросила совета у пожилого священника-йезуита, ее учителя в колледже. Плача, она рухнула в кресло. «Пожалуйста, пожалуйста, помогите мне», – умоляла она. Он выслушал ее историю и тихо сидел, пока она плакала. Когда она успокоилась, он мягко взял ее за руку и стал рисовать круг в центре ее ладони. «Вот здесь ты живешь», – сказал он. «Здесь больно. Это место, где бьет, кричат и глубоко сильно ранит. Этого нельзя избежать. Пусть это будет». Потом он накрыл ее ладонь своей. «Но если ты можешь», – продолжил он, «постарайся также помнить и про это. Есть царство Бога, величие и целостность. И в этом милосердном пространстве может проходить твоя настоящая жизнь. Эта боль», – и он опять дотронулся до центра ее ладони, «всегда заключена в любви Бога. И когда ты познаешь и боль и любовь, твои раны исцелятся». Марьин казалось, что огромная волна сочувствия влилась сквозь руки священника и мягко омывала ее. Когда она отпустила свое отчаяние в эту волну, она знала, что отдала себя на милость Бога. Чем больше она отпускала, тем сильнее было ощущение поддержки. Да, она была слепая, пребывала в неведении, стала причиной невосполнимого ущерба, но она не была никчемной, не была злой. Пребывая в бесконечном сочувствии Бога, она смогла найти путь к собственному сердцу. Сочувствие к самим себе никоим образом не освобождает нас от ответственности за наши действия. Скорее, оно освобождает нас от ненависти к себе, которая не дает нам реагировать на ситуации нашей жизни ясно и уравновешенно. Священник не советовал Мариан игнорировать боль или отрицать, что она предала свою дочь. Он советовал ей открыть свое сердце любви, которое могло запустить процесс исцеления. Теперь Мариан больше не была заперта в своих мучительных мыслях. Она помнила о возможности сочувствия. Когда возникали угрызения совести или ненависть к себе, она говорила про себя. Пожалуйста, вмести в себя эту боль. Когда она чувствовала, что Бог помогает ей справиться с терзаниями, она принимала их, и они не разрывали ее на части, как раньше, вызывая желание уничтожить себя. Когда ее ум успокоился и обрел ясность, Мариан смогла подумать о том, как помочь Кристи. Две недели спустя, когда они снова встретились на сеансе терапии, Кристи была холодна и насторожена. Молча Мариан сел рядом с ней на кушетку. Когда Кристи не отодвинулась, Мариан подвинулась чуть ближе. Она сказала, что ужасно подвела Кристи. Я должна была быть там, поддержать тебя и утешить. Вместо этого я подвела тебя. Я была так поглощена своей болью, что не видела твою. Она сделала паузу, неотрывно глядя в глаза своей дочери. Не могу передать, как мне жаль. Я знаю, что не могу заставить твою боль уйти, Кристи. Но я хочу быть с тобой, когда ты снова обретешь себя. На этот раз я не исчезну. Мягко взяв Кристи за руку, Мариан рассказала ей, что случилось у священника. Мягко рисуя круг в центре ее ладони, она прошептала то, что он ей сказал. «Этого не избежать. Пусть будет». Потом накрыла ладонь Кристи своей и продолжила. «Но в этом милосердном пространстве, которое есть Царство Божие, может раскрыться твоя жизнь». Когда они обнялись, обе плакали. Обнимая своего плачущего ребенка, Мариан чувствовала себя наполненной нежным сочувствием к ним обеим. Кристи позволила обнимать себя, отдавшись неожиданной силе и уверенности материнской любви. Ни одна из них не могла избежать боли от пока не заживших ран. Но теперь они вместе могли идти к исцелению. Соприкоснувшись с милосердием Бога, Мариан открыла в себе сочувствие, которое вмещало их обеих. История Мариан всколыхнула глубокие чувства в участниках того семинара по радикальному принятию. Многие рассказали о своем часе, когда молитвы больше невозможны. О тех моментах, когда они тоже чувствовали себя недостойными любви. Мы обсудили некоторые методы, которые могли бы помочь в такие моменты соприкоснуться с источником сочувствия и научиться принимать себя. Мы исследовали, как мудрое сочувствие, сущность радикального принятия, начинается с того, что мы относимся к себе с безусловной внимательностью и заботой. Когда мы чувствуем себя обособленными и одинокими, мы стремимся к тому, чтобы нас держали как ребенка в сочувственном сердце любящей матери, милосердного и принимающего отца. В такие мгновения можно соприкоснуться с этим исцеляющим пространством и отпустить в него нашу боль. Как говорит Рильке, «Я хочу, чтобы меня держали прекрасные руки твоего сердца. Пусть они возьмут меня сейчас. В них я кладу эти осколки, свою жизнь». Когда мы чувствуем, что включены во внимательное и заботливое осознавание что-то большее, чем наше маленькое испуганное «я», мы находим в своем сердце место для осколков и нашей жизни, и жизни других. Страдание, которое казалось нам чеще усиленным, может пробудить нас к сладости сочувствия. Осознанные молитвы. Пусть это страдание пробудит сочувствие. Мы можем думать, что преданные молитвы Марьян характерны для христианства и других богоцентричных религий. Но неважно, во что мы верим, мы все стремимся соприкоснуться с чем-то большим в минуты отчаяния. Мы можем вызывать к спасению от мигрени, умолять, чтобы нас приняли на работу, молиться о мудрости, которая проведет нашего ребенка сквозь трудные времена. Может быть, мы шепчем «О, пожалуйста, пожалуйста, и чувствуем, что просим вселенную помочь нам». Когда мы чувствуем себя опустошенными и испуганными, мы ищем утешение и спокойствие, которые приходят через сопричастность к чему-то большему и более мощному. Ученики, практикующие буддизм, часто спрашивают меня, не приводит ли такой вид молитв к укреплению концепции отдельного и жаждущего «Я». Действительно, кажется, что мы молимся чему-то большему или более великому, чем наше маленькое и испуганное «Я». И кому конкретно мы молимся? Хотя молитва действительно подразумевает двойственность себя и других, она может быть прямым путем к недвойственному переживанию. Пусть на это не всегда делается акцент на Западе, но молитва и преданность – это живая традиция в путизме. Искренние пожелания, выраженные в практиках любящей доброты и сочувствия «пусть я буду счастлив, пусть я буду свободен от боли и страдания» – это формы молитвы. Наши молитвы-пожелания и наше стремление к облегчению страдания не обязательно должны быть обращены к чему-то или кому-то. Но мы также можем обращать их к пути или к кому-нибудь из великих учителей или бодхисаттв, которых считаем воплощениями пробужденного сердца и ума. Если выполнять такую молитву осознанно и искренне, мы сможем пробудить наше собственное сердце и ум. Когда мы страдаем и обращаемся к молитве, внешние причины нашей боли не важны. Основная причина всегда одна и та же. мы чувствуем себя обособленными и одинокими. Мы стремимся к чему-то, что освободит нас от этой боли изоляции. Кельтский поэт и ученый Джону Донахью в своей книге «Эхо памяти» пишет, «Молитва – это голос стремления. Она стремится вовне и внутрь, чтобы обнаружить наши древние корни». Это прекрасное описание того, что я называю осознанной молитвой. Мы обращаемся не только во внешний мир, чтобы обрести свою идентичность, но благодаря осознанной молитве мы также обращаемся внутрь и внимательно прислушиваемся к страданию, которое породило нашу молитву. Когда мы готовы соприкоснуться с болью обособленности, наше желание приводит нас к нежному и сочувственному осознаванию, которое и есть наша пробужденная природа. Я испытала преобразующую силу осознанной молитвы несколько лет назад, когда страдала от нерасделенной любви. Я влюбилась в человека, который жил за тысячу с лишним километров от меня в другой части страны. И так как наши желания в отношении семьи и места проживания разительно отвечались, мы не могли соединить наши жизни и отношения закончились. Эта потеря сокрушила меня. На много недель я погрузилась в удержимость этим человеком, плакала убитой и корем. Я перестала слушать радио, потому что классический рок часто заставлял меня рыдать. я избегала романтических фильмов. Я едва говорила с друзьями об этом мужчине, потому что даже простое произнесение услуг его имени бередило мои раны. Первый месяц я принимала свою скорбь, но когда она все не уменьшалась, я начала испытывать стыд от того, насколько велика была моя опустошенность. И помимо всего, я чувствовала, со мной должно быть что-то не так, если я настолько раскисла из-за эмоций. Тот мужчина уже встречался с другими женщинами. Почему я не могла делать то же самое? Я старалась пробудиться ото всех историй, осознанно отпустить боль, но все еще была одержима стремлением к нему и чувством потери. Никогда в жизни я не чувствовала себя так мучительно одиноко. В комнате, где я медитирую, у меня висит тханка, рисунок на свитке, бодхисаттва сочувствия. Тара в Тибете и гуанинь в Китае. Она воплощение исцеления и сочувствия. Говорится, что гуанинь слышит плач этого страдающего мира. Ее сердце трепещет в ответ. Однажды утром, пребывая в кризисе уже где-то месяц, я сидела перед тханкой и плакала. Внезапно я обнаружила, что молюсь гуанинь. Подобно Мариан, я не испытывала никакого сочувствия к себе. Я чувствовала себя раздавленной и никчемной. Я хотела, чтобы гуанинь заключила меня в свое сочувственное объятие. Время от времени в своей буддийской практике я молилась гуанинь, в основном воспринимая ее как символ сочувствия, который может помочь мне пробудить мое сердце. Но я не молилась ей так, как молилась Мариан, соприкасаясь с духовным присутствием, воспринимая ее как нечто большее, чем просто мое маленькое я. Теперь, когда я была в отчаянии, все было по-другому. Гуанинь больше не была просто символом вдохновения. Она была любовью, безграничным любящим осознаванием, которое, как я надеялась, могло облегчить мое страдание. Первые несколько дней я находила некоторое утешение в таком обращении к Гуанинь. Но однажды утром я зашла в тупик. Что я делаю? Мой ритуал страданий, рыдания ненависти к своему страданию, на самом деле не приближал меня к исцелению. Гуанинь внезапно показалась просто концепцией, которую я создала для собственного утешения. Но если она не была моим прибежищем, то мне больше некуда было обратиться, не за что держаться. Не было никакой возможности выбраться из глубокой пропасти боли. Страдание казалось бесконечным и абсолютно бессмысленным. И хотя все это было похоже на еще одну концепцию, я вспомнила, что для бодхисаттва страдание это надежный путь к пробуждению сердца. Я вспомнила, когда я в прошлом принимала свою боль, что-то действительно менялось. Внезапно я поняла, что в этой ситуации мне в самом деле надо отнестись к страданию как к пути. Может быть, в этом и был смысл. Мне надо было перестать бороться со своим горем и одиночеством. Неважно, как ужасно я себя чувствовала или как долго оно продолжалось. Я вспомнила пожелание бодхисаттвы «Пусть это страдание послужит пробуждению сочувствия» и начала тихо шептать его про себя. Пока я повторяла молитву снова и снова, я чувствовала, как мой внутренний голос становится менее отчаявшимся и более искренним. Я знала, что это правда, я могла пробудиться к любви, которой стремилась, напрямую соприкоснувшись с этим страданием. В тот момент, когда я приняла эту истину, начались перемены. Персидский поэт четырнадцатого века Гафис пишет «Не сдавайся своему одиночеству так быстро. Пусть оно вонзится в тебя еще глубже. Пусть оно заставит тебя бродить и приправит тебя. Мало кто из людей или даже божеств может это. То, чего не хватает сегодня в моем сердце, смягчило мои глаза, сделало мой голос таким нежным и мою потребность в Боге абсолютно ясной». Тем днем в своей комнате для медитации, когда я позволила одиночеству вонзиться в меня еще глубже, я едва могла вынести обжигающую боль разлуки. Я стремилась не к конкретному человеку, но к самой любви. Я хотела почувствовать свою причастность к чему-то большему, чем мое одинокое я. Что-то, чего не хватало в моем сердце, ощущалось как боль, зияющие дыра. Чем более полно я соприкасалась с этой пустотой, вместо того, чтобы сопротивляться ей, тем более глубоко я открывалась своему томлению по любви. Подобно потребности Гафиза в Боге, мое стремление к единению ощущалось очень отчетливо. И когда я позволила себе погрузиться в это томление, возникло сладкое присутствие сочувствия. Я отчетливо ощущала куанинь, как окружающее меня сияющее поле сочувствия, которое левеяло мое израненное уязвимое я. Когда я отдалась во власть ее присутствия, мое тело стало наполняться светом. Во мне вибрежевала любовь, которая включала в себя весь живой мир, мое дыхание, пение птиц, слезы и бесконечное небо. Растворяясь в той теплой и сияющей беспредельности, я больше не чувствовала границ между своим сердцем и сердцем гуанинь. Осталась лишь невероятная нежность, окрашенная грустью. Сочувственная любовь, которую я пыталась найти там, снаружи, была моей собственной пробужденной природой. Мы можем начать наши молитвы с обращения вовне и таким образом вспомнить о теплоте и защищенности, которая дает чувство единения. Но основа нашей молитвы – это обращение к своим чувствам одиночества и страха. Как большое дерево осознанная молитва пускает корни в темную глубину, чтобы подняться к свету. Когда боль глубока, чем полнее мы соприкоснемся с ней, тем глубже сможем погрузиться в безграничное сочувственное осознавание. Многие из моих учеников и клиентов обнаружили, что осознанная молитва кардинально меняет их повседневную жизнь. Иногда по многу раз в день, сталкиваясь с неудовлетворенностью и страданием, они делают паузу, чтобы прислушаться к себе, соприкоснуться с болью и обратиться к любви и сочувствию. И хотя это может показаться более естественным для людей с преданным характером, я обнаружила, что люди, которые считают, что молитва не для них, часто удивлены тем, как осознанная молитва меняет их жизнь. Вместо того, чтобы пребывать в ловушке страдания, осуждения и страха, они обретают свой подлинный дом в нежности своих сердец. Мы также можем обратиться к осознанной молитве в те моменты, когда испытываем беспокойство в повседневной жизни. Например, нам сказали, что полет отменен из-за технических неполадок, или мы страдаем от того, что нас не пригласили на вечеринку, или мы обнаружили, что оказались в сложной ситуации из-за того, что заболела няня. Если в эти мгновения мы можем вспомнить пожелание, пусть эти обстоятельства станут причиной пробуждения сочувствия, наше переживание изменится. Когда мы осознанно воспринимаем неудобства и призываем сочувствие, наше сердце естественным образом становится более просторным и расслабленным, а наше страдание, вместо того, чтобы быть бессмысленным или служить препятствием, становится путем к внутренней свободе. Как и любая форма медитации, осознанная молитва становится более живой и действенной по мере практики. Когда мы снова и снова вспоминаем, что стремимся быть добрыми и нежными и позволяем себе полностью погрузиться в это устремление, сочувствие пробуждается естественным образом. Как пишет Кафис, попроси друга о любви, попроси его снова, так как я узнал, что любое сердце получит то, о чем оно молится больше всего. Когда мы чувствуем себя подавленными, задетыми, неспособными к прощению, мы делаем вдох и соприкасаемся с силой нашей боли. Так мы начинаем преобразовывать наше страдание в сочувствие. Удерживая взгляд на забинтованном месте, как говорит Руми, вы позволяете Свету войти в вас. Когда мы вдыхаем, мы можем ощутить свое стремление к единению и раствориться в неизмеримости Света. Мы можем отдаться сияющей любви, которой так стремимся. Вдыхая и выдыхая, мы обнимаем свою боль и позволяем ей покоиться в безграничном иссяце сочувствия. Мы тот, кто принимает и тот, кого принимают. Когда наше сердце преобразует страдание в сочувствие, мы становимся одновременно и тем, кто принимает наши печали, и тем уязвимым, кого принимают. Дэниел обнаружил, что его собственное исцеляющее осознавание может вместить в себя его раны. Когда Марьян отпустила свое отчаяние в безграничную милость Бога, она обнаружила сочувствие, способное объять не только ее собственные страдания, но и страдания ее дочери. С помощью осознанной молитвы я увидела, как ощущение принятия раскрывается в сочувствии, которое больше любого ощущения обособленности. И тот, кто принимает, и тот, кого принимает, растворяются в любящем осознавании. Когда мы понимаем, что наша боль – это путь к сочувствию, мы пробуждаемся от ограничивающих нас историй о страдающем я. Например, в те мгновения, когда мы относимся к собственному гневу с нежностью, мы преодолеваем отождествление себя со злым я. Гнев больше не воспринимается как личный недостаток или гнетущий нож. Мы видим его универсальную природу. Это больше не наш гнев, не наша боль. Все живут, испытывая гнев, страх, горечь. Прекрасное суфийское учение показывает нам, что боль – это не что-то личное, а неотъемлемая часть существования. преодолей преодолей любую горечь, которая могла возникнуть из-за того, что ты не справился с силой боли, которой была доверена тебе. Мать мира несет боль мира в своем сердце. Каждая из нас часть ее сердца, а потому наделен определенной долей космической боли. Осознание того, что боль в нашей жизни – это выражение общего страдания открывает нас в полноте радикального принятия. Наша депрессия, страх и гнев больше не представляют собой проблему, скорее они доверены нам и могут быть использованы для нашего пробуждения. Когда мы несем нашу боль с добротой принятия, а не с горечью сопротивления, наши сердца становятся бескрайними океанами сочувствия. Мы, как мать мира, становимся сочувственным осознаванием, которое может с нежностью вмещать все возникающие и исчезающие волны страдания. Направляемая медитация, принимая свое страдание. Сочувствие начинается со способности относиться к своей жизни с любящим сердцем. В любой момент, когда вы осознаете, что страдаете, если вы позаботитесь о себе через внимательность слова и соприкосновения, сочувствие возникнет естественным образом. Эта медитация особенно полезна, когда вы испытываете эмоциональную боль. Даже если сочувствие к себе не возникнет немедленно, уже сама ваша готовность к этому может воссоединить вас со своим любящим сердцем. Сочувствие неотъемлемая часть вашей природы и поэтому неизбежно раскроется. Сядьте удобнее, пусть ваше дыхание будет естественным. Уделите пару минут тому, чтобы расслабиться. Обратите внимание на боль или печаль, стыд или страх, которые вы, возможно, испытываете. Используйте дыхание, чтобы усилить внимание к этому страданию, вдыхая и непосредственно соприкасаясь с ощущением уязвимости, выдыхая и чувствуя пространство осознавания, которое вмещает в себя ваше переживание. Позвольте своим болезненным чувствам проявиться в вашем теле и уме полностью. Позвольте им разрастись и стать более интенсивными. Начинайте говорить слова заботы тем частям вашего тела, где вы чувствуете себя наиболее уязвимыми. Вы можете говорить про себя «пусть я буду свободен от страдания» или как предлагаете днатхан говорить о себе «дорогой, я позабочусь об этом страдании». Ваша молитва может быть более конкретной «пусть я буду свободен от страха» или «пусть я буду чувствовать себя в безопасности и умиротворенном». Когда вы произносите свои молитвы, можете также положить руку на грудь или на сердце, выражая сочувствие через нежность прикосновения. осознавайте, как чувствует себя ваше сердце, когда вы предлагаете позаботиться о страдании. Вы чувствуете себя искренним, открытым или нежным, или вы чувствуете, что произносите слова машинально, что вы закрыты или оцепенели. Если вы чувствуете себя отстраненным и обособленным, безо всякого осуждения, просто подтвердите свое намерение сохранять осознавание и быть добрым и продолжайте проявлять заботу. Если ваше намерение быть сочувственным подлинным, со временем сердце естественным образом смягчится и раскроется. Когда вы включаете в сферу заботы и самих себя, обращайте внимание, как меняются ощущения эмоциональной боли. Усиливаются ли они или ослабевают? Трансформировалась ли эмоция, которую вы изначально ощущали, в другую? Вы можете обнаружить, что когда принимаете себя с добротой, то сперва появляется грусть. Чтобы вы не чувствовали, отнеситесь к своей боли с тем же присутствием и нежностью, которую вы бы предложили любимому человеку или испуганному ребенку. Не бойтесь пробовать разные способы проявления подлинной заботы по отношению к своей внутренней жизни. Вы можете мягко шептать вслух слова заботы. Можете физически обнять себя или представить, что утешаете себя как ребенка. Удивите время тому, чтобы прислушаться к себе и понять, какие конкретные сочетания слов или жестов будут для вас наиболее исцеляющими. возможно, достаточно будет просто признать снежной заботой, что вам больно. С практикой вы обнаружите, что отвечаете на страх или боль спонтанным и мягким сочувствием. направляемая медитация обращений к любви. Бывает мгновение, когда мы чувствуем себя одинокими и испуганными. Хотим свернуться к клубочкам на коленях Будды или какого-то другого воплощения любви и сочувствия. Если вы испытываете такую потребность, позвольте себе воссоединиться с вашим пробужденным сердцем. Обратитесь к тому, что вы ощущаете как любовь воплощение сочувствия. Примите удобное положение, сделайте несколько полных вдохов и выдохов. С мягким и открытым вниманием отметьте страх или уязвимость, которые ощущаете в теле или уме. Почувствуйте свое стремление к тому, чтобы к вам относились с безусловной любовью. Вызовите в память образ или ощущение человека, духовного наставника или божества, который у вас ассоциируется с сочувствием. Вы можете увидеть лицо вашей бабушки или лучшего друга. Можете увидеть образ Будды, Гуанини или Христа. Или вам на ум может прийти всемилостивый Бог. Обратившись к нему с молчаливой молитвой, попросите его быть с вами. Вы можете почувствовать, что тот, к кому вы обращаетесь, смотрит на вас с безусловной любовью. Посмотрите в эти глаза, которые смотрят на вас с пониманием и полным принятием. Направив внимание на сердце и осознавая свое стремление, воспринимайте это воплощенное сочувствие как нечто абсолютно доступное вам. Теперь представьте того, к кому обращались, как сияющее и безграничное поле света. Почувствуйте, что вы окружены этим теплым сиянием, окутаны любящим вниманием этого существа. Посмотрите, насколько полно вы можете отдаться этому чувству. Пусть ваши боли, страх, раны и печали растворятся в этом милосердном проявлении. Позвольте всему телу, уму и сердцу слиться с этим любящим осознаванием. Если вы снова жались из-за сомнения и страха, мягко ощутите свое страдание и еще раз обратитесь к этому сочувственному проявлению. По мере того, как вы будете практиковать призывание воплощения сочувствия, вы откроете для себя, что это и есть путь домой, к вашему пробужденному сердцу. Каждый раз, когда вы растворяетесь в единстве с любовью, вера в вашу истинную природу становится более глубокой. Вы сами становитесь сочувственным осознаванием, которое воспринимает все страдание с нежностью. Глава 9. Расширяй круги сочувствия. Путь бодхисаттвы. По жизни парю я все шире кругами. Мне жизнь невидима суть. Могу, завершая последний, как камень, упасть. Но нужно рискнуть. На шестой день рождения Нараяна я подарил ему муравьиную ферму. Мой сын часами завороженно смотрел, как эти маленькие существа словно по волшебству создают сеть туннелей. Он дал имена некоторым из них и особенно пристально следил за их борьбой и прогрессом. Через пару недель он обнаружил кладбище муравьев и с удивлением смотрел, как некоторые насекомые тащили туда тела своих мертвых товарищей и складывали их там. На следующий день, когда я забирал Нараяна из школы, он был явно расстроен. Он сказал, что на площадке дети играли специально наступая на муравьев. Он был в ужасе от того, что они причиняли вред его друзьям, которыми он так восхищался. Я пыталась утешить его, объяснив, что когда мы проводим время с любыми живыми существами, как он, например, с муравьями, мы понимаем, что они настоящие. Они переживают разное состояние, испытывают голод и общаются друг с другом. Их жизнь как и наша хрупка, и они хотят жить. Я сказал ему, что у его товарищей просто не было возможности узнать муравьев так, как узнал их он. Иначе они бы ни за что не причинили вреда муравьям. Каждый раз, когда мы всецело уделяем внимание человеку, с которым находимся, дерево в нашем дворе или белке, сидящей на дереве, эта энергия жизни становится сокровенной частью нас самих. Духовный учитель Джеду Кришнамурти писал, «Дар внимания значит, что нам не безразлично, а это означает, что мы действительно любим». Внимание – самая базовая форма любви. Уделяя чему-то внимание, мы соприкасаемся с жизнью и наши сердца становятся более открытыми и вовлеченными. Далай-лама однажды заметил, «Я не знаю, почему я так нравлюсь людям. Должно быть потому, что я ценю бодхичитту, пробужденное сердце ум. Не могу утверждать, что практикую ее, но я ценю ее». Мы питаем интерес к просветленному уму, потому что он, как полностью раскрытый цветок, совершенная реализация нашей природы. Чувствовать себя любимыми и любить значит для нас больше всего. Мы полнее всего чувствуем, кто мы есть, именно тогда, когда ощущаем связь друг с другом и с миром вокруг, когда наши сердца открыты, щедры и наполнены любовью. А даже когда наши сердца скованы и онемели, нам все равно не безразлично проявление внимания. Описывая свое духовное развитие, Махатма Ганди сказал, «Я считаю себя человеком, неспособным на ненависть к любому существу на земле. Благодаря длительной практике молитвенной дисциплины, я более чем 40 лет назад перестал кого-либо ненавидеть. Знаю это серьезное утверждение. Тем не менее, я делаю его совсем смирением». Когда мы смотрим на нашу собственную жизнь и историю человечества, мы осознаем, что ненависть, гнев и все формы неприязни это всепроникающая и естественная часть жизни. Неприязнь возникает в силу того, что мы на очень глубоком уровне чувствуем себя отдельными и отличными от других. И как выяснил Ганди, только посвящая себя какой-либо форме намеренной практики, мы можем избавиться от этой склонности и охватить всех существ в радикальном принятии. Служение беднякам и умирающим людям в Калькутте было для матери Терезы практикой восприятия каждого человека как Христа в его горестном обличии. Делая так, она смотрела за пределы различий, которые могли бы ожесточить ее сердце, и могла служить каждому встречному с безусловным сочувствием. Если мы будем упражняться в том, чтобы видеть сквозь поверхностные проявления, то поймем, насколько мы все схожи. Для матери Терезы это значило, что в каждом есть искра божественности. Согласно буддийским учениям, наша подлинная природа – это безвременное, сияющее осознавание. Принимать себя и других с безусловным сочувствием значит осознавать и чистую природу, нашу суть, и нашу природную человеческую уязвимость. До сих пор в этой книге мы исследовали, как привнести осознанность и сочувствие радикального принятия в нашу внутреннюю жизнь, как мы пробуждаем сочувствие к себе, соприкасаясь со своими страхами, гневом и печалью, так же, когда мы направляем внимание на уязвимость других, наши сердца становятся открытыми и нежными. Сочувствие к самим себе естественным образом ведет к сочувствию к другим. В то время, как любовь – наше базовое чувство соединенности с другими, сочувствие к другим – это дух любви, который возникает, когда мы видим истину об общем страдании. Суть пути подхисатвы – жить с мудрым и сочувственным сердцем. Как мы видели в прошлой главе, пожелание бодхисатвы «пусть все обстоятельства служат пробуждению сочувствия» может стать для нас руководством, как относиться ко всем проявлениям жизни с принятием и внимательностью. Когда мы преобразуем страданию сочувствия, мы осознаем нашу взаимосвязь со всеми проявлениями жизни. Такое глубокое понимание приводит к возникновению второго и ключевого аспекта пожеланий бодхисатвы «пусть моя жизнь принесет пользу всем существам». В традиционных текстах это пожелание выражается как обет бодхисатвы не уходить в нирвану абсолютную свободу, пока все существа на земле не достигнут от освобождения. И хотя слова этого обета можно по-разному интерпретировать, его посыл ясен. Из сочувствия бодхисаттва посвящает свою жизнь и практику освобождению от страдания. Самоотверженный дух этого обета приглашает нас задуматься о собственной идентичности и развивать нашу способность к безграничному сочувствию. Подобно бодхисаттве сочувствия мы можем делать пожелание, чтобы наша нежность стала достаточно вместительной и включала в себя страдания всех существ. В этой главе мы рассмотрим, как обращая внимание на страдания других, мы расширяем сферу своего сочувствия. Как сказал Ганди, мы можем научиться включать каждого в свое сердце. мы все в одной лодке Ким приехала на новогодний витрит пробуждения и сядься сочувствия, чувствуя себя абсолютно униженной досадным происшествием на работе. После того, как были напечатаны пять тысяч прошур для ее компании, она обнаружила, что пропустила несколько очень заметных опечаток. В неприятном обмене репликами с коллегой Ким, защищаясь, попыталась снять с себя часть вины. Она сказала, что если бы он отвечал на звонки вместо того, чтобы сидеть на праздничном ланче, она не была бы такой рассеянной. Она произнесла свое замечание и со злостью смахнула аккуратно сложенную пачку брошюр со своего стола. Теперь, оставшись наедине со своими мыслями, Ким прокручивала эту сцену снова и снова. Она корчилась от стыда, вспоминая тон своего голоса и то, как она просто стояла и смотрела, пока ее коллега, наклонившись, собирал брошюр. Во время нашего первого разговора я предложил ей отпустить эту историю и просто погрузиться в ощущение страха и стыда, которые возникали в ее теле и уме. Она сказала, что чувствует глубокую боль в груди и тиски вокруг горла. Используя в качестве основы традиционную медитацию на сочувствие, которую мы делали на ретрите, я вела Ким к тому, чтобы она начала пробуждать сочувствие к себе. Направив заботливое внимание на эти болезненные области, ты можешь повторять фразу «Мне небезразличны это страдание, пусть я буду свободна от страдания». Когда я увидела, что Ким расслабилась, я попросила ее представить друзей или родственников, которые тоже могли испытывать смущение из-за своих ошибок и эмоциональной реакции. Ким подумала о своих матери и братьях. Она вспомнила те случаи, когда они чувствовали себя пристыженными и униженными, и ощутила, как ее заполняет нежность к ним. Думая о своей матери и брате, она мысленно шептала им «Мне небезразлично ваше страдание, пусть вы будете свободны от страдания». Продолжая свою практику сочувствия, Ким расширила круги своей заботы, вспомнив людей, с которыми была поверхностно знакома, других участников ретрита, тех, кого видела в тренажерном зале, родителей и друзей ее сомнений. Все еще ощущая силу сомнений в себе, Ким теперь могла представить, как страх, подобный ее собственному, мог стоять за холодностью или надменностью, занятостью или защитным поведением, которое она замечала в некоторых из них. Когда она ощутила уязвимость каждого человека и произнесла молитвы заботы, Ким почувствовала возникновение тесных связей. Чувствуя, что ее сердце открылось, Ким подумала о коллеге, который вызвал ее раздражение. Она вспомнила его обиду, когда она взорвалась. Вспомнила его беспокойный взгляд, его скованность, самоуничижительные ремарки, и поняла, что он тоже боялся показаться никчемным и некомпетентным. Ким почувствовала всплеск раскаяния, а затем грусть, когда поняла, что, по всей видимости, ударила его в самое больное место. Следующие несколько минут, сохраняя полное сосредоточенное внимание, она предлагала ему свою заботу, молилась, чтобы он был свободен от страха. Я направила Ким к последнему шагу в практике сочувствия, безграничному раскрытию сердца и внимания, расширению своей заботы на всех страдающих живых существ, на всех, кто чувствует себя неуверенным и отчужденным. Когда Ким закончила медитацию и открыла глаза, ее лицо смягчилось, а тело расслабилось. Она откинулась на спинку стула, ее руки свободно лежали на коленях. Она улыбнулась мне одновременно грустной милой улыбкой и сказала «Когда я вспомнила, что другие испытывают такую же неуверенность, что и я, то поняла, что я неплохая, я просто человек». Она помолчала и добавила «Теперь я чувствую, что мы все в одной лодке». Практика размышления о страдании нашего собственного или других – это основная форма буддийских медитаций на сочувствие. Мы включаем в свое осознавание страдания тех, кого любим, тех, кого едва знаем, тех, с кем нам трудно и тех, кого мы никогда не встречали. Хотя нам не обязательно во время каждой медитации размышлять обо всех этих людях, эта практика углубляет нашу способность к сочувствию. Как обнаружила Ким, когда мы размышляем о страдании других, мы осознаем, что не одиноки в своей боли. Мы все связаны нашей уязвимостью. Без подлинного желания принять страдания других, наша духовная практика будет пустой. Отец Феофан, христианский мистик, описывает свой опыт. Он взял перерыв от своих приходских обязанностей и поехал в удаленный горный монастырь, чтобы обрести духовное вдохновение. Там он услышал о монахе, которого глубоко почитали за мудрость, и стал искать встречи с ним. Феофана предупредили, что этот мудрый человек дает советы только в форме вопросов. Желая получить свою собственную тему для размышления, Феофан спросил монаха, «Я приходской священник, приехал сюда для уединенной практики. Не могли бы вы дать мне вопрос для размышления?» «А, да», ответил мудрый человек, «Мой вопрос для тебя таков, что им нужно?» Слегка разочарованный, Феофан поблагодарил его и ушел. После нескольких часов размышлений у него возникло ощущение, что он топчется на месте. Он решил вернуться к учителю. «Прошу прощения», начал он, «возможно, я не совсем ясно выразился. Ваш вопрос был очень полезен, но я не намерен размышлять о своей апостольской миссии, пока я здесь. Скорее, я хотел бы задуматься о своей собственной духовной жизни. Вы могли бы дать мне вопрос для моей собственной духовной жизни?» «А, понимаю», ответил мудрец. «Тогда мой вопрос таков, что им на самом деле нужно?» «Как и многие из нас, отец Феофан предполагал, что истинное духовное размышление сосредотачивается на нашем отдельном «я». Но, как напомнил ему мудрец, духовное пробуждение неразрывно связано с другими. Когда Феофан сосредоточился на потребностях тех, кому он призван был служить, он увидел их уязвимость и стремление к любви и осознал, что их потребности не отличаются от его. Вопрос, который предложил ему мудрец, чудесным образом открыл Феофане подлинную духовную глубину. Она возникает, когда начинаешь обращать пристальное внимание на других людей. Транс нереальности других Когда мы вовлечены в нашу собственную эгоцентричную драму, все остальные становятся для нас другими, отличными от нас и нереальными. Мир становится фоном для наших особенных переживаний, и все остальные играют роли второго плана, иногда врагов, иногда союзников, а большинство просто не имеют никакого значения. Когда мы увлечены своими собственными желаниями и заботами, у нас нет возможности обращать пристальное внимание на кого-либо еще. Поэтому те, кто окружает нас, даже наша семья и друзья, могут восприниматься как что-то вроде картонных фигурок, а не людей со своими желаниями, страхами, и бьющимися сетцами. Чем больше, как нам кажется, человек не похож на нас, тем для нас он более нереальный. Мы слишком легко пренебрегаем людьми другой расы, религии, другого социального слоя. Считая их выше или ниже себя, лучше или хуже, важными или неважными, мы дистанцируемся от них. Когда мы сосредоточены лишь на внешних проявлениях, как они выглядят, как ведут себя, как говорят, мы сортируем их по определенным типам. Они ВИЧ-позитивные или алкоголики, леваки или фундаменталисты, преступники или торговцы властью, феминисты или филантропы. Иногда мы сортируем людей по типам, больше основываясь на их характере. Человек скучный или нарцисс, эмоционально зависимый или пробивной, тревожный или подавленный. Когда мы в явной или скрытой форме относим человека к тому или иному типу, то перестаем видеть в нем реального человека. Это закрывает наши сердца. У всех нас есть своя собственная сложная и по большей части неосознанная система классификации других. Когда я читаю газету или смотрю новости, я постоянно сталкиваюсь со своим собственным гневом и неприязнью к публичным фигурам, как правило богатым белым мужчинам, консервативным и обладающим властью. И пока я твердо придерживаюсь своих взглядов на правильное и неправильное, я помечаю этих сенаторов, членов правления корпораций и главных редакторов, как плохих парней, которые представляют собой часть проблемы. Они становятся героями расстраивающего меня фильма, а не живыми людьми. В своем романе «Камни из реки», действие которого происходит в нацистской Германии, Урсула Хиги поразительным образом раскрывает тему страдания других. История показана глазами отважной женщины Труди, которая рискует своей жизнью, чтобы спрятать евреев в маленьком городке. Труди очень продуманный и привлекательный персонаж. И еще она карлица. По мере того, как разворачивается история, мы начинаем ее глазами видеть боль от того, что ты другой. ей хочется, чтобы ее соседи и жители города узнали ее, чтобы они видели больше, чем маленькое неуклюжее тело и широкое несоразмерное лицо. Труди легко отождествляет себя с теми, кому дает убежище, потому что она также страдает от неявного и очевидного пренебрежения, знаков того, что она изгой в обществе. Когда мы относим человека к тому или иному типу, то перестаем видеть в нем реального человека, и это закрывает наши сердца. Чтение этой истории стало для меня толчком к пробуждению. Я задумалась о том, скольких людей я каждый день не способна увидеть, из-за того, что бессознательно классифицирую их, как других. Я легко могла бы жить в городе Труди и, сталкиваясь с ней на улице, отворачиваться в смущение, не желая слишком близко видеть эту человеческую странность. Наша способность отводить взгляд от реальности существования других и их страдания приводит к ужасным последствиям. Годами мир отворачивался от положения евреев в нацистской Германии. Сегодня мы можем не осознавать реальность того, что многие люди умирают от спида. Реальность ужасов жизни на Ближнем Востоке, в Афганистане, во многих местах на земле, где идет война, а люди катастрофически пятны. Летом 1991 года я летела в другую часть страны и разговаривалась в полете с женщиной, которая сидела рядом со мной. Она сказала мне, что ее сын служил в военно-воздушных силах и благополучно вернулся после операции «Буря в пустыне» в Ираке. Потом она наклонилась ко мне и мягко с улыбкой сказала «Знаете, все прошло очень хорошо, погибло всего лишь несколько наших ребят. Мое сердце упало. Только несколько наших ребят. А что насчет всех иракских мальчиков, женщин и детей? А что насчет миллионов, которым предстояло умереть от радиоактивных загрязняющих веществ и от голода и болезней во время экономического эмбарго, которое последовало за войной? Когда люди становятся для нас нереальными другими, мы упускаем из виду, как им больно. Так как мы не воспринимаем их, как чувствующих существ, мы не только игнорируем их. Мы безо всяких угрызений совести можем причинять им боль. Когда мы не воспринимаем других, как действительно существующих, это приводит к тому, что отец отказывается от сына из-за того, что тот кей. Родители в разводе начинают использовать детей как оружие в своей борьбе. все огромное страдание, возникающее в результате насилия и войн, происходит из нашей базовой неспособности увидеть, что другие тоже реальны. Наша немедленная реакция притяжения или отторжения, интересы или пренебрежения – часть нашей биологической программы выживания. То, как человек выглядит, пахнет и говорит, дает нам представление о том, из нашего он племени или нет. Когда мы находимся в этом биологическом трансе, мы можем воспринимать поведение и мнение другого только как знак того, вдруг он нам или враг. И хотя эта эволюционно обусловленная способность воспринимать разницу бывает очень полезна, у нас также есть способность ослабить защиту. Мы можем расширить свое чувство племени. Это и есть опыт радикального принятия, который находится в центре пути подхизатвы. Мы можем научиться видеть уязвимость присущую всем и осознать свою общность со всеми существами. Расширяя свое племя, смотрим за пределы внешних проявлений. В середине семидесятых я работал активистом по защите прав квартиросъемщиков с бедными семьями в Орчестере, Массачусетсе. Создавая союзы жильцов, мы пытались оказывать давление на арендодателей, чтобы те гарантировали справедливую квартплату и достойные условия жизни. Один из таких союзов был организован из семей, которые снимали живье у самого известного короля трущего в городе. Глава союза Деннис была волевой женщиной со своим мнением. Она упорно трудилась, чтобы заставить группу работать, выступить против резкого повышения арендной платы, которую никто не мог себе позволить. За многие месяцы, которые потребовались для организации этого союза, я подружилась с Деннис и ее семьей. Я приходила к ним на ужин, игралась с детьми и участвовала в их борьбе. Их жилье несколько раз разрушали и совершенно невозможно было избавиться от крыс и тараканов. Старший сын Деннис сидел в тюрьме, другой был наркоманом. Ее новый муж был безработным и они погрязли в толках. Чем накормить, во что одеть своих младших детей и как сохранить тепло? Это были вызовы, с которыми она регулярно сталкивалась. Я восхищалась готовностью Деннис тратить столько усилий на роль лидера Союза, в то время как у нее было такое множество проблем дома. За два дня до того, как мы собирались начать забастовку квартиры съемщиков, которую координировал Деннис, я нашла под своей дверью записку от нее. Там говорилось, что она уходит из Союза. Я была удивлена и разочарована, но догадывалась, что случилось. Арендодатели часто перетягивали лидеров Союзов на свою сторону, чтобы разрушить организацию. Как выяснилось, Деннис купили тему, что разрешили временно не платить квартплату и дали работу с частичной занятостью ее сыну. Другие жильцы чувствовали, что их предали. Деннис оказалась двуличной и бескребетной, говорили они. Когда они сталкивались с ней на улице, то переходили на другую сторону дороги. Они не разрешали своим детям играть с ее детьми. Она стала чужаком, одним из них. В прошлом, когда главы профсоюзов продавались арендодателям, я испытывала такие же чувства. Они мешали нашему прогрессу. С Деннис все было по-другому. Я понимала, как отчаянно она пыталась помочь своей семье. Я видела, что она так же, как и я, чувствует беспокойство и хочет любви. Поэт Лангфелла пишет, «Если бы мы могли прочитать тайную историю наших врагов, мы бы обнаружили, что в жизни каждого человека достаточно печали и страдания, чтобы обезоружить нашу враждебность». Я прочитала достаточно тайной истории Деннис, чтобы она стала для меня настоящей. Она была мне небезразлична. С другой стороны, хотя я могла по-доброму относиться к Деннис, несмотря на ее действия, я определенно не чувствовала того же по отношению к арендодателям. Мои классификации они проходили как плохие парни. Несколько лет спустя мне представилась прекрасная возможность встретиться с представителями этой категории и более пристально взглянуть на них. Один мой друг знал президента крупной корпорации, который хотел запустить программу по работе с осознанностью для своих сотрудников. Мой товарищ попросил меня обсудить с этим человеком программу за обедом. Этот управляющий точно вписывался в мой стереотип богатого белого человека. Он находился в центре получившего широкую огласку коллективного иска за систематический отказ представлять женщинам такие же возможности для карьерного роста, как мужчинам. Особенно очевидной была дискриминация афроамериканок. Я согласилась поговорить с ним, но думая о предстоящей встрече, испытывала дискомфорт. Я ожидала, что мы окажемся совершенно разных и враждебных друг другу планет. Вблизи, однако, он оказался довольно человечным и настоящим. Он немного бы охвалился и, очевидно, хотел понравиться. Его мать несколько недель назад перенесла операцию по тройному шунтированию. У его старшего сына был юношеский диабет. По выходным его жена жаловалась, что он недостаточно времени уделяет детям. Он обожал детей и хотел с ними играть, но срочные звонки заставляли его отрываться от их совместных развлечений, игры в пинг-понг, барбекю или кино. он спрашивал, может ли осознанность помочь мне расслабиться, если куда бы я не повернулся, везде лишь еще одно требование. Неважно, что мы, вероятно, расходились в большинстве политических и социальных вопросов. Он не нравился, и я хотела, чтобы он был счастлив. Даже когда нам кто-то не нравится, если мы увидим уязвимость этих людей, это откроет наше сердце для них. Мы можем голосовать против этих людей на выборах, мы, наверное, никогда не пригласим их в свой дом, мы даже можем считать, что их следует посадить в тюрьму, чтобы защитить других, но все же наши привычные чувства приязни и неприязни не должны пересиливать наше внимание того, что они, точно так же, как и мы, страдают и хотят быть счастливы. Когда мы видим, кто действительно находится перед нами, мы не хотим, чтобы эти люди страдали. Наш круг сочувствия естественным образом расширяется, чтобы включить их. Жить в мире, где все реальны. Одно из самых удивительных качеств, которые я заметил в Далай-Ламе, это его равное отношение ко всем. На одной фотографии он с любовью обнимает Джесси Хелмс, на другой бедного тибетского беженца. Когда Далай-Лама говорит «Моя религия доброта», он выражает свое обязательство жить с открытым и, безусловно, любящим сердцем. Доброта одна из граней драгоценности сочувствия. Когда мы вспоминаем, что связаны с каждым существом, которое мы встречаем в своей жизни, у нас возникает желание помогать. Каждый человек драгоценен, каждый человек хрупок, каждый важен. На похоронах любимого раввина, молодой человек, который только недавно начал заниматься с ним, обратился к тому, кто был его учеником десятки лет. «Что было самым важным для нашего учителя?» спросил он. Другой ученик ответил с улыбкой. «Тот, с кем он был в этот момент». Как и Далай-лама, тот раввина давал свое время и энергию не только тем, у кого были деньги и власть, не только своей семье или ближайшим ученикам. Он направлял все свое внимание на того, с кем был в данный момент и дарил этому человеку дар, полностью сочувственное и пробужденное сердце. Даже если мы не отталкиваем других с гневом или ненавистью, мы легко не обращаем внимания на людей и бессознательно сдерживаем выражение своей доброты. Наиболее наглядно это проявляется по отношению к тем, кого в буддийской практике сочувствия описывают как нейтральных людей, тех, кто не вызывает ни отрицательной ни положительной реакции. Это может быть почтальон, жена друга, дальний родственник. Когда я учу практикам сочувствия, я иногда прошу учеников выбрать кого-то, кого нерегулярно видят, но с кем не связаны личными отношениями. Когда они вспоминают такого человека, я прошу их поразмышлять. Что ему или ей надо? Чего этот человек боится? какая у него жизнь? Вики подошла ко мне после одной из таких медитаций, чтобы рассказать о чудесной вещи, которая случилась с ней после такой практики. Когда она сталкивалась с коллегами на работе, встречала соседей выгуливающих собак, продавцов в магазине, она говорила про себя «Вы настоящие! вы настоящие!» Вместо того, чтобы служить декорациями для ее жизни, они становились для нее более живыми. Она замечала искру любопытства в глазах, щедрую улыбку, тревожное стискивание зубов, разочарованную и покорную покатость плеч, печаль в потопленном взгляде. Если она задерживалась еще на чуть-чуть, она также могла ощутить их застенчивость, неловкость или страх. Вики сказала мне, «Чем более настоящими они становились для меня, тем более настоящий, теплый и живой я себя ощущаю. Я чувствую свою близость с ними уже хотя бы потому, что все мы люди, не важно кто они, я чувствую, что могу принять их как часть своего мира». Когда мы останавливаемся, чтобы уделить внимание другим и видим, что они настоящие, мы раскрываем скрытые связи между всеми существами. В своем стихотворении «Доброта» Науми Шахапнай пишет, «Только тогда познаешь нежную серьезность доброты, когда проедешь там, где индоза белом понче лежит у дороги мертвый. Тебе придется понять, что ты мог бы быть им, что он тоже был кем-то, кто блуждал ночи, храня свои стремления и свое дыхание, не дававшее умереть. Мы все путешествуем сквозь ночь, вдыхая и выдыхая эту таинственную жизнь. Нежная серьезность доброты возникает сама собой, когда мы начинаем обращать внимание на других. Что нам делать, когда наши сердца закрыты? Несколько лет назад я обнаружила, что меня раздражает один из участников психотерапевтической группы, которую я вела. Том оставался после каждой встречи, задавая мне вопросы, которые казались необязательными, или пространно комментировал прошедший сеанс. И также было очевидно, что он расстраивает других во время групповой работы. Однажды молодой человек в группе рассказал, что его жена постоянно критикует его, и из-за этого он все время чувствует напряжение и настороженность, когда они вместе. Том средом крупного специалиста посоветовал ему притворяться уверенно в себе, иначе жена никогда не будет уважать его. Лицо молодого человека вспыхнуло, и до конца встречи он не проронил больше ни слова. Во время других сеансов мне несколько раз приходилось прерывать пространные истории Тома, о том, как он столкнулся с проблемами, похожими на те, о которых рассказывали другие, и успешно решил их. Он так явно хотел чувствовать себя важным и находиться в центре внимания, что, как бы я ни старалась, свет софитов все равно всегда был направлен на него. его. Когда после пятой встречи я увидела, что Том опять ждет, пока все уйдут, мое сердце упало. Я поняла, что сержусь и хочу, чтобы его не было. Делая глубокие вдохи, я подошла к нему и села рядом. Он сказал, что хочет поговорить о его трудностях с тем, чтобы вписаться в эту группу. И хотя это была разумная просьба, я ощутила напряжение и скованность. Я знала, что он хотел получить мою заинтересованность и внимание, но не хотела давать ему это. Когда Том начал говорить мне, что не так с сочетанием людей в нашей группе, чересчур чувствительные женщины, пассивные эмоционально подавленные мужчины, мое раздражение достигло пика. Я почувствовала себя нетерпимой и высокомерной. Я думала про себя. Отлично, почему бы тебе просто не уйти из группы? Это решило бы все проблемы. В тот момент я поняла, что не всегда легко отвечать сочувствием на потребности других. Скорее мы можем чувствовать себя раздосадованными, вынужденными что-то делать. Нам может это претить, мы можем чувствовать себя беспомощными, виноватыми и испуганными. Когда наши сердца ожесточаются, пытаясь защитить себя, это не значит, что мы не справились с задачами Бодхисаттвы. Это просто говорит о том, что нам нужно подружиться со своими чувствами, и тогда сочувствие к другим возникнет само собой. Когда мы с Томом продолжили разговаривать, часть моего внимания была направлена внутрь меня. Я видела, что за моей нетерпимостью стоит ощущение того, что ко мне применили насилие. Он отнимал мое время, не давал другим испытывать чувство безопасности на наших встречах, и пренебрежительно отзывался о других членах группы. Когда я почувствовала жар и нарастающие давления гнева в груди, я начала сердиться на себя. Я должна ему помогать, а не реагировать на него. Он тот, кто по-настоящему здесь страдает. Но когда я заметила, как взбудоражена, то осознала, что тоже страдаю. Я мягко сказала себе, все в порядке, все в порядке. То, что я признала свою боль, позволило мне расслабиться и отправить послание собственному сердцу. Мне небезразлично это страдание. Нам нужно подружиться со своими чувствами, и тогда сочувствие к другим возникнет само собой. Доброжелательное отношение к своему гневу позволило мне открыться и обратить внимание на чувства дома. Сейчас, когда я по-настоящему увидел этого человека перед собой, я мощно спросил «Что тебе действительно нужно?» Я как будто бы слышала, что говорит его сердце. Я ощутила, что он отчаянно хочет, чтобы я составила ему компанию, увидела его и позаботилась о нем. Он боялся, что я неправильно его пойму и не смогу оценить как человека, который готов помочь и многое может предложить. Мои чувства раздражения и превосходства стали смягчаться. До этого я использовала ролик клиента психотерапевт, чтобы дистанцироваться от Тома. А теперь мы были вместе два уязвимых и страдающих человека. Чем больше я воспринимала Тома как настоящего ранимого чувствительного человека, тем больше нежности я испытывала к нему и к той боли, с которой он я дотронулась до руки Тома. Мы оба говорили и слушали. Закончилось все тем, что мы вместе смеялись над его шуткой о том, что наши сеансы пересекались с его ежедневным просмотром сериала Фрейзер и серьезно соперничали за его лояльность. Я уже не думала лишь о том, как поути. Я была вовлечена в беседу и она была мне интересна. Когда я рассказала Тому о его роли в группе, он слушал и при этом не занимал оборонительную позицию. Я поделилась с ним, как сильно мне нравится вопрос отца Феофана, что им на самом деле нужно, и он был готов взять это нового вооружение. Когда мы закончили разговор, он больше не цеплялся за меня, пытаясь доказать свою состоятельность или получить от меня что-то большее. Он вышел из комнаты легкой походкой, будто получил необходимую подпитку. Я также испытывала чувство легкости. Я вышла за пределы своего раздраженного превосходства и вернулась домой к ощущению общности и нежности. Как выяснилось, Том серьезно отнесся к практике вопроса, что им действительно нужно. На одной из групповых встреч он даже сказал молодому человеку, которого он ранее обидел, как ему жаль. Ты чем-то напоминаешь мне моего сына. Я хотел, чтобы ты смотрел на меня как на знающего отца. Но с тобой я совершил ту же ошибку, что и со своим сыном, когда растил его. Я забыл выяснить, что тебе на самом деле нужно. Том тяжело сглотнул. Я просто хотел помочь и не знал как. Молодой человек был тронут. Через несколько мгновений он ответил. Он говорил медленно, но уверенно. Что мне на самом деле нужно от моей жены и всех остальных, так это ощущение того, что я имею значение. И вы только что дали мне это чувство. Оказалось, что человек, которого я заклеймила, как самого нежелательного другого, стал играть ключевую роль в раскрытии каждого участника группы. вначале активность тома сделала его громоотводом, легко было обвинять его. Но когда он раскрылся, то остальные признали, что их боль, страх или гнев были почти не связаны с томом. Тесная близость, которая вскоре расцвела в нашей группе, была основана на готовности каждого пребывать со своей болью и быть открытым к боли других. Мы вместе смягчили свои сердца и это расширило круг сочувствия. Мы были настоящими друг для друга. Смотрим глазами другого. Иногда самые близкие нам люди становятся нереальными для нас. Мы легко можем предположить, что знаем, какая у них жизнь и забыть, что они, как мы, постоянно меняются, постоянно получают новый опыт. Мы упускаем из виду, что они тоже испытывают боль и страх, и не знаем, как тяжела может быть их внутренняя жизнь. Джефф и Марго пришли на психотерапию, потому что их брак катился под откос. Джефф был активным человеком, пока восемь лет назад не заразился болезнью Лайма в одном из их походов. Месяц за месяцем боли остались нарастали, его пальцы раздулись и потеряли гибкость, так что он больше не мог работать плотником. И хотя он старался не терять надежду, его депрессия углублялась. Марго делала все возможное, работала сверхурочно, готовила еду, убирала дом, но ей казалось, что Джефф на самом деле не ценит его силы. «Я всегда делаю недостаточно», сказала она. Джефф уже казалось, что Марго недовольна их нынешней жизнью. Он мог видеть это по ее сжатой челюсти и резким словам. И она заставляла его чувствовать себя так, он виноват в том, что заболел и уже не справляется со своими обязанностями. На наших встречах мы делали простую практику из психодрамы, известную как смена ролей. Сначала Марго внимательно слушала, а Джефф рассказывала, какой стыд и разочарование он испытывает в результате своей болезни. Он чувствовал себя беспомощным слизняком, на которого нельзя положиться. говорил, как боится будущего и каким одиноким себя чувствует. Ему казалось, Марго не осознает всего ужаса того, что с ним случилось. Он потерял здоровье, потерял свою прежнюю жизнь. Когда он закончил, они поменялись стульями. Приняв его позу, и насколько она смогла, переняв даже выражение его лица и тон голоса, Марго стала Джеффом. Она рассказывала о том, как это жить с болезнью Лайма. Когда они вернулись на свои места, Джефф сказала, что услышав его рассказ о его переживаниях, он чувствует больше понимания с ее стороны. Когда пришла очередь Марго описывать свои переживания, она сказала, что ей кажется, будто ее не ценят. Но потом, после нескольких мгновений молчания, она выпалила. «Я просто чувствую себя такой беспомощной. Ты измучен болезнью. Ты человек, которого я люблю. Я не могу ничего сделать, чтобы тебе стало лучше. Я не знаю, куда все это приведет». Марго зрелась на жизнь, а не на Джеффа. За ее гневом скрывалась горечь из-за того, какой трудной стала их жизнь. Когда они поменялись местами, Джефф говорил за Марго, описывая каково это чувствовать себя беспомощным, чувствовать, как жизнь рушится и быть не в состоянии это изменить. Когда все было закончено, Марго и Джефф обнялись, оба в слезах. Он не понимал, как сильно она страдала от разочарования и горя. А она не представляла, каким одиноким он был из-за того, что ему не хватало ее понимания. Их взаимные обвинения ты заставляешь меня чувствовать превратились в как я могу помочь. Тора пишет «Есть ли чудо больше, чем посмотреть на мир глазами другого человека, пусть даже на мгновение?» Как обнаружили Марго и Джефф, суть сочувствия заключается именно в этом посмотреть глазами другого? Нам не обязательно формально меняться ролями, чтобы понять, как выглядит жизнь для нашего супруга, ребенка, сестры или друга. Мы можем представить себе, каково это быть в теле этого человека и в его уме, жить в его обстоятельствах. Когда мы полностью открываемся их уязвимому существованию, мы чувствуем себя ближе к ним и испытываем нежность. Газиф пишет, «Так всегда случается на небесах, и однажды это снова случится на земле, что мужчина и женщина, которые несли друг другу свет, будут часто вставать на колени и со срезами на глазах искренне скажет, «Любовь моя, как мне любить тебя еще сильнее, как мне быть еще добрее?» Если каждый раз, когда мы встречаем кого-нибудь, друга или незнакомца, мы будем спрашивать себя, «Как мне быть добрее?» мы неизбежно осознаем, каждому требуется, чтобы его слушали, любили и понимали. Наверное, сначала мы осознаем это по отношению к нашему ближнему кругу, но потом сможем обращать внимание на всех чувствующих существ и проявлять заботу о них. Чем пристальнее наше внимание, тем глубже мы осознаем, что важнее всего в жизни быть добрым. Когда мы признаем уязвимость людей, завис отчуждения исчезнет, и нашей естественной реакцией на других будет протянутая рука помощи. Круг всех существ В трогательной сиховской истории пожилой духовный наставник позвал двух самых преданных учеников в сад перед своей хижиной. Он дал каждому из них по цыпленку и сказал, идите туда, где никто вас не увидит, и убейте цыпленка. Один из них тут же зашел за хижину, взял топор и отрубил птенцу голову. Другой несколько часов бродил по окрестностям и, наконец, вернулся к учителю, держа в руках живого цыпленка. «Ну, что случилось?» спросил мастер. Ученик ответил, «Я не смог убить цыпленка, потому что не нашел такого места, где бы меня никто не видел. Куда бы я ни пошел, цыпленок видит меня». Для этого человека цыпленок был настоящим. Он обладал сознанием и испытывал боль. Когда мы направляем благожелательное внимание на собственную сознательность и уязвимость, мы лучше понимаем, что все существа чувствующие, что им всем больно и они все хотят жить. И хотя мы можем думать, что у нас с цыпленком не так уж много общего, когда мы углубляем свое внимание, примерно как в истории с моим сыном и муравьями, мы соприкасаемся с основополагающей вибрацией и хрупкостью, которой наделены все живые существа. Поэт Гарри Лоулис пишет «Когда животные придут к нам за помощью, поймем ли мы, что они говорят? Когда растения заговорят с нами на своем изысканном прекрасном языке, сможем ли мы ответить им? Когда сама планета запоет в наших снах, сможем ли мы проснуться и действовать? Если мы знаем, что животные и растения часть того, кто мы есть, мы сможем выслушать их и ответить на их потребности. Игнорировать деревья – это то же самое, что игнорировать свои легкие, когда они наполнены кровью, и мы не можем дышать. Если вымрут певчие птицы, живая музыка стихнет. Когда сама планета обращается к нам в снах, то если мы познали истину о нашей общности, наши сердца наполнятся заботой. Мы вспомним, что паутина жизни – это наш дом. Пожелание Бодхисаттвы «пусть моя жизнь принесет пользу всем существам» это эффективное напоминание о том, что мы часть общего. Это осознание расширит круги нашего сочувствия. В стремлении помогать всем страдающим существам Бодхисаттва не берет на себя какую-то грандиозную роль и не цепляется за недосекаемый идеал. Если мы воспринимаем себя маленькими и отдельными личностями, которые хотят взять на себя ответственность за весь мир, мы лишь готовим почву для заблуждения и неудач. Скорее, наше пожелание приносить пользу возникает из глубокого осознания, что мы все часть паутины жизни, и все, что происходит в нас, влияет на все вокруг. Каждая наша мысль, каждое наше действие окажут свое влияние, к счастью или к несчастью. Женщина коренной житель Австралии пронзительно говорит об этом ощущении связи. Если вы пришли, чтобы помочь мне, тогда вы теряете свое время. Но если вы пришли, потому что ваша судьба связана с моей, тогда давайте работать вместе. Когда мы чувствуем свою близость с другими, появляются бесчисленные способы выразить свою заботу о них. Некоторые люди создают тепло и уют в доме для своей семьи. Другие меняют законы, чтобы улучшить питание и образование детей из необеспеченных семей. Некоторые часами молятся о уединении, а другие всегда разговаривают по телефону. И хотя очень легко впасть в заблуждение, что мы должны делать больше или что-то другое, самое главное то, что нам не безразлично и мы проявляем заботу. Как учит мать Тереза, мы не можем вершить великие дела, только маленькие с великой любовью. Когда мы чувствуем свою связь с другими и испытываем к ним доброту, мы наполняем пространство теплом, и это побуждает окружающих нас людей расслабиться и раскрыться. Это подобно тому, как кубики льда тают на солнце. Каждый раз, когда мы расширяем круг своей заботы улыбкой, объятием, внимательным слушанием, молитвой, круги ширятся бесконечно. Когда мы предлагаем утешение тому, кто сидит рядом с нами, наша доброта распространяется по всему миру. обращенное внутрь или к другим, сочувствие бодхисаттвы – это мягкий дождь, который орошает без исключения все проявления жизни. Управляемая медитация Тонглин пробуждая сердце сочувствия. Тибетская практика Тонглин развивает сочувствие и делает сердце огромным. Тонглин означает «принимать и отдавать». Связанная с потоком дыхания, эта практика учит нас непосредственно открываться страданию нашему собственному и всех существ и предлагать утешение и заботу. Представленная ниже медитация это вариант практики Тонглин, который поможет вам пробудить сочувствие перед лицом страдания. Для некоторых ситуаций Тонглин не подходит. Если вы боретесь с ужасом после того, как подверглись насилию, с неослабевающей депрессией или серьезной эмоциональной неравновешенностью, Тонглин может привести к эмоциональной перекрустке или лишь усилит ощущение тупика. В таких ситуациях вместо того, чтобы практиковать Тонглин, обратитесь за помощью к психотерапевту, знакомому с этой практикой учителю или надежному духовному наставнику. Сядьте так, чтобы вы могли быть одновременно расслабленными и бдительными. Чувствуя естественный ритм своего дыхания, позвольте телу и уму успокоиться. Традиционная практика Тонглин начинается со вспышки осознавания, распознающего пробужденное сердце и ум. Не закрывая глаза, уделите несколько мгновений тому, чтобы ощутить неизмеримость пространства, естественная открытость и пустотность осознавания. Теперь подумайте об пути страдания. Это может быть ваша собственная боль или страдание близкого вам человека, друга или члена семьи, домашнего любимца или другого живого существа. Почувствуйте это страдание непосредственно, ярко и близко. Пусть оно станет реальным для вас. Потеря, боль или страх. Когда вы вдыхаете, пусть боль полностью войдет в тело и сердце. Если это боль другого существа, почувствуйте ее как свою. откройте силе ощущений, какими бы они ни были. Теперь с выдохом отпустите боль, которую испытываете. Пусть она растворится в открытости осознавания. Пусть пребудет в свежести открытого пространства. С выдохом произнесите любую молитву или добрые пожелания, которые придут вам на ум. Например, пусть ты будешь свободен от боли. Я позабочусь о твоем страдании. Я хочу, чтобы ты был счастлив и умиротворен. Сперва вы можете обнаружить, что не ощущаете боли, страха или печали. В этом случае несколько минут посвятите тому, чтобы принимать в себя боль при вдохе. Обращайте особенное внимание на ощущения, возникающие в вашем теле. Потом, когда вы начнете более полно ощущать, вернитесь к уравновешенной практике принятия страдания и освобождения от него. Безо всяких оценочных суждений осознавайте, как вы относитесь к страданию. Иногда вы можете испытывать храбрую готовность открыться силиполь. Иногда можете чувствовать себя испуганным и ваше сердце закроется и анимеет. Если вы чувствуете сопротивление, можете делать тонглин с ощущением сопротивления. Можно делать тонглин с любым чувством, которое возникает. Вдыхайте чувство страха или притупленности, полностью соприкасаясь с ними. Выдыхайте прощение, отпуская сопротивление в пространство осознавания. Чувствуете вы готовность или сопротивление, продолжайте практиковать. Со вдохом принимайте в себя болезненные ощущения и страдания, с выдохом отсылайте облегчение, позволяя всему раствориться в открытости. теперь подумайте обо всех существах в мире, которые испытывают страдания, подобные тому, на которые вы медитировали. Осознайте, пусть сами истории различаются, фактическое переживание физической боли и эмоциональной подавленности одинаковое. если вы медитируете на боль, вызванную чувством собственной несостоятельности и отверженности, в этот самый момент миллионы людей испытывают такую же боль. Ощущая реальность этого страдания, дышите от имени тех, кто страдает так же, как вы. Вдыхайте неуверенность, печаль или боль, которые испытывают все эти существа, и переживайте интенсивность и полноту их боли в своем сердце. Вдыхая, отпустите это огромное страдание в безграничные пространства. Пусть оно покоится в безграничном осознавании. Как и раньше, перед выдохом произнесите молитву, которая могла бы облегчить страдание. Продолжайте делать вдохи и выдохи, открываясь универсальному переживанию этого страдания и с молитвой отпуская его в открытое пространство. ваше сердце откроется огромному страданию, вы сами станете этой открытостью. Продолжая вдыхать страдания и выдыхать заботу, ощущайте свое сердце как место, где преобразуется печаль. Вы можете практиковать тунгленов всегда, когда сталкиваетесь со страданием. В том случае, когда увидели по телевизору семью, только что потерявшую свой дом в наводнении или пожаре, когда ехали по автостраде и увидели аварию, или побывали навстречи анонимных алкоголиков и услышали, как кто-то описывает свою борьбу с зависимостью. Вы сразу же можете сделать вдох, почувствовать остроту этой боли или страх. Выдыхая, отпускайте боль в пространство осознавания, произнеся молитву для ее облегчения. Практикуя так несколько минут, расширьте поле сочувствия, делая вдох за всех существ, которые страдают от потери, травмы или зависимости. И это еще не все. Задавайте вопросы, наши эксперты и постоянные зрители стараются отвечать на все комментарии. Также проверьте, не забыли ли подписаться и поставить колокольчик, чтобы получать оповещения о новых аудиокнигах и других полезных для саморазвития материалах, которые выходят у нас каждый день. Присоединяйтесь к дискуссиям, не забывайте про лайки, по возможности и вдохновению, поддерживайте понравившихся авторов и развитие канала материально. Все ссылки, как всегда, будут в описании и первом комментарии. Всем добра, любви и мудрости. А сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех, которые увидите перед собой на экране. видео по